Все мы, читая Библию, натыкаемся на стихи, которые, как нам кажется, просто явно противоречат друг другу. Что нам с этим делать? Во-первых, не прячьте голову в песок так, как будто их не существует. Во-вторых, не рвите на себе волосы так, будто это конец света. Есть хорошие ответы, и у нас есть способы совершенно честного согласования большинства из них. Есть несколько вещей, которые мы делаем. Во-первых, мы проверяем, есть ли какие-то проблемы с текстом. Другими словами, может ли это быть проблема с рукописью? Возможно ли, что преобладающее число рукописей повторяет неправильное число или ошибку, которая вполне могла проникнуть в текст? Тогда как другие рукописи показывают, что это не оригинальный текст, и, возможно, оригинальный текст говорит то или иное. Иногда противоречия исчезают сами по себе, когда мы находим более древние рукописи, что-то из свитков Мертвого моря более ранние, чем те, которые у нас были. И некоторые из видимых противоречий исчезают сразу, или же это объясняет, откуда у нас эти расхождения в тексте. Вот другой способ посмотреть на это. Иногда есть общая согласованность, даже если мы не можем совместить отдельные детали. Вы часто сталкиваетесь с этим, когда у вас есть, скажем, рассказы очевидцев о том, как произошла авария на перекрестке. И все они были в разных местах. Кто-то был в автомобиле позади, а кто-то стоял рядом, а кто-то выглядывал из ресторана, а кто-то был в автомобиле, попавшем в аварию. И все они рассказывают о произошедшем, и все эти рассказы достоверны, но все они немного отличаются. То есть, существует общая согласованность в ключевых моментах, которые мы видим. И, возможно, мы не всегда можем разрешить каждое противоречие, но мы знаем, что общая картина та же. И есть еще одна вещь, которую мы делаем. Иногда вопрос просто в округлении чисел. Когда в одном рассказе говорится, что было 23 900, а в другом, что было 24 000. Ага, числа были округлены. Все просто. Другое дело, когда вы начинаете и заканчиваете свой рассказ. Например, есть новозаветний рассказ, где говорится, что дело было через 6 дней, а в другом месте, что на 8 день. Это одно и то же. Итак, вот один день, и через 6 дней на следующий день, это 8 дней. Все зависит от того, как выразиться. Это не повод говорить, это противоречие. И также стоит задаться вопросом, почему редакторы поставили эти вещи рядом, если они кажутся явными противоречиями друг другу? Также есть некоторые рассказы, которые я не могу согласовать друг с другом. Этот говорит так, а тот говорит иначе. И я не могу собрать это вместе. Такие места составляют ничтожное меньшинство из всех явных противоречий. Что лично я с этим делаю? Я позволяю им оставаться противоречиями. И я верю в каждый из них, и когда у нас будет больше информации, мы сможем разрешить их так же, как разрешаем остальные. Потому что у меня есть полная уверенность в авторитете Писания, у меня есть полная уверенность в достоверности Писания. Не просто по вере, но благодаря десяткам лет академического обучения. Потому некоторые подобные вещи меня не беспокоят. Когда у нас будет больше информации и лучше понимания, мы с этим справимся. А сейчас мы можем жить с этими небольшими нестыковками. Продолжение следует...